Привет, друзья, мальчишки и девчонки! Тут мне подписчики как-то сделали замечание, что мой канал смотрят не только девочки, но и мальчики. Всем привет! И сегодня у нас немножко спала жара, пошли дожди, температура где-то воздуха 21-23. Я уже рада, потому что такой жары у нас уже давно не было. Вот, сама я из Беларуси, вы сами понимаете, у нас именно умеренный климат, повышенная влажность, поэтому для нас жара в такую высокую влажность это что-то с чем-то, в общем, невыносимое не только для орхидей, но и для людей. Ну, сегодня жара спала, вот, мои орхидейки немножко просохли, решила сегодня полить. И когда поливала, девчонки, обнаружила такую вот ситуацию. Сейчас вам расскажу и покажу. Это орхидейка Сакура. Я ее покупала и хвасталась этой покупочкой 5 месяцев назад. Название этой орхидейки я не знала. И спасибо моим подписчикам, и особенно каналу Аллочки из канала Тропическая гостья, и Наташе из канала Наталья Орхо Дневничок. Значит, они мне подсказали название этой растюшки. Сказали, что это Сакура. Я ее покупала, девочки, я сама метр пятьдесят шесть ростом, маленькая. И как я ее несла, как я ее донесла, эту орхидею, не знаю, там был цветонос больше метра. Ну, еще плюс горшок. Вот представляете, какую кобылку я принесла домой. Многие орхоманы советуют полностью обрезать цветоносы. Девочки, цветоносы я не обрезаю никогда. Только в том случае, если орхидея больная или нету корней, ей надо корневую систему нарастить. Тогда уже я обрезаю цветоносы. Вот. У этой орхидейки корни хорошие. Как я ее пересаживала, я вам не показывала видео, потому что они у меня как бы однотипные. Вот внизу у меня, во-первых, горшок, двойной горшок я посадила. Внизу у меня керамзит, кора и с добавлением мха. Ничего особенного в посадке нету. Вот. Цветоносики я не обрезала. И сейчас покажу, что произошло за этих пять месяцев. Вот смотрите. Вот один цветонос. Видите, я цветы обрезала по первую живую почку. И из этой почечки у меня пошел цветоносик расти. Вот. И вот на этом цветоносе вот такая красота. В том видео, которое я вам показывала, когда я купила эту орхидейку, это было пять месяцев назад. Вот. Это было зимнее цветение. Естественно, оно было ярче. Сейчас жарко. И, ну, цветочек такой бледненький получился. Но все равно он... Ну, и цветы немножко поменьше, чем магазинные. Но все равно красавец. Посмотрите. Ну, красавец вообще неописуемый. Вот. Второй цветонос. Вот. Второй цветонос. Видите? Она уже выгнала домашний. Это не покупной, не обрезной. Это домашний цветонос. И что я на этом цветоносе, девочки, заметила? В общем, это какая-то кракозябра. Смотрите. Вот, смотрите, какой цветок мутированный. Две губы. И столько лепестков у нее. Посмотрите. Поближе покажу. Видите? И сзади, как крылья у нее. Сейчас покажу. У этого цветочка. Вот. Посмотрите. В общем, не цветок, а бабочка какая-то. С множественными крылышками и с двумя губами. Вот. Посмотрите. Видите, какая мутация? Это, скорее всего, от жары. И второй цветочек распустился на этом же цветоносе. Тоже мутант. Получается, смотрите, вот губа. И вот это что-то не то губа, не то не губа, непонятно что. В общем, тоже кракозябра. Вот так решила Сакура у меня летом процвести. Конечно, девочки, жара дает о себе знать. Но вот еще у нее здесь бутончики надутые. То есть будет она еще у меня цвести. И цветоносы в этот раз, конечно, не метровые. Они, ну, тот я обрезала, он коротенький у меня цветоносик. А вот этот вот цветонос, ну, может, сантиметров шестьдесят. Поменьше. Ну, потому что я гормонами не пичкаю. Вот поливаю и удобряю, как обычно, в свои растюхи. Вот такая красавица. Вот еще раз поближе эту кракозябру вам покажу. Смотрите. Вот это. Вот. И вот это с двумя губами. Вот. Ну, это одна по хвостушкам. Потом у меня как-то на канале была орхидеечка. Биглип. Мы с вами ее лечили. В общем, все, девочки, ссылочки будут в описании под видео. Кто не видел все эти видео о покупке сакуры и вот этой тоже незнакомки. Вот. Там был пожелтевший листик. Орхидея повреждена вирусной инфекцией. Вот. Вырос вот такой корявый листик. Один молоденький после лечения. Но вот этот уже листочек более-менее. Видите? И она тоже решила в жару. Мне из обрезанного цветоноса. Пустить. Вот. Видите? Почему я никогда не обрезаю цветоносы? Вот смотрите. Я обрезала цветонос. Она, этот цветонос дал цветение. Потом я опять обрезала. И опять из почки, опять дала мне цветение. Мы же покупаем, конечно, цветы не для того, чтобы цветоносы обрезать. А чтобы любоваться цветением. Вот, смотрите. Вот мой беглипчик. И тоже, к сожалению, не знаю название. Вот такой красавчик. Видите? Небольшой цветоносик дал. Ну и сейчас в лето, в такую жару, они и не растут. И не цветут особо. Вот такой беглипчик. Вот, девчонки, спасибо вам, что вы мне подсказываете название. Потому что в последнее время стали приходить орхидеи без названия. Вот, они их дублируют. Видно, они хотят, чтобы были неприятности, вот, от других производителей. Они либо номера ставят орхидеям, либо вообще название никакое не дают. Вот. Вот тоже такая белоснежная красавица с такой рюшистой губой. Такой вот беглипчик, видите? Там на нижних петалях у нее крапушки. И вот тут вот на самой губе такие крапушки. И такое ощущение, что там бабочка с крылышками сидит. Вот. На колонке, на губе на самой. Видите, какая красота. Вот. Так что сегодня поливала и обнаружила, что вот эта орхидейка, которая у меня болела, трошечки очухалась. И дала мне небольшой, правда, цветоносик. Вот покажу еще поближе эту красавицу. Ну и сакура моя решила тоже кракозяброй процвести. Вот такие девчонки у меня сегодня по хвостушке. Все. Всем моим подписчикам спасибо, что участвуете активно в моем канале, что подсказываете мне, даете советы, названия. Вот. Всех люблю вас. Заглядывайте на мой канал. Жду вас с нетерпением. Всем пока-пока. Здоровья, любви и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!